Ау, народ, с вами Анастезия, мы продолжаем проходить Switch House. В прошлой серии мы с вами закончили на том, что я не смогла пройти ту какую-то голову, которая вырвалась из витрины, но пока я выключала запись, я все-таки наконец-то с этим справилась, причем справилась со второго раза. Бабочку мы теперь можем забрать. Под стеклом стенда лежит модель бабочки, да-да-да, забираем. Теперь мы можем заменить ее на того паучка. В смысле не на паучка, а на другую бабочку, чтобы паучка, это как его, ну вы поняли, обмануть. Ой, ну и разнервничалась же я тогда с этим пипецом, попавшую в паутину бабочка, вытащить. И, что там у нас? Вещи, бабочка. Ой, нет, ничего не делать. Искусственная бабочка. Положить искусственную бабочку в паутину. Ты кладешь модель бабочки. Все, теперь можем идти. Теперь паучок не должен нас кушать, а мы сможем пройти дальше. Что это сейчас было, я так и не поняла. Выпорхнув из твоих рук, бабочка улетает. Неподалеку раздается щелчок, похожий на звук открывшегося замка. А где кот? Ой, там дверь открылась. Ребят, там дверь в библиотеку открылась. Где кот? Я опять его не увижу? Что происходит? Куда мы поднялись? О, котик! Эй! Привет! Что здесь происходит вообще? Стена испачкана чем-то красным и липким. Кровь, наверное. Что же еще? Твою ж мать! Хорошо, что сохранилось. Надо было, наверное, отойти. Либо в сторону, либо... Да. Блин, вы издеваетесь? Меня сейчас просто тупая реакция спасла. Котик. Еще раз сохрани меня, пожалуйста. К слову говоря, мы сейчас в доме ведьмы. Ты знала это? Ну ладно, ладно. Да, я это знала. Представь себе. Так, в вазе ничего не лежит. Тут у нас дверца. Какая-то лягушка-квакушка. Покачать головой? Или кивнуть? Давай кивнем. Лягушка решает составить тебе компанию. Любишь лягушек? Не знаю. Но, по крайней мере, я их не боюсь. Тут чего? Есть что-нибудь? Холчевый мешок. Сквозь дыру можно попытаться заглянуть внутрь. Попробуем. Мешок наполнен дохлыми котами. Котик, ты не боишься? Потому что, по-моему, она станет за тобой охотиться в первую очередь. Заперта. М. И что? Бездонная яма в полу. Может что-то сделать? Лягушка. Погладить лягушку. Лягушка выглядит счастливой. Надеюсь, что ее не нужно будет убивать. Заперта. Ну, а что делать-то тогда? Прозрачная голубая вода. Что с того, что я люблю лягушек? Ребят. О! Тот коридор исчез. Стена испачкана чем-то липким. Котик. Не подскажешь, в чем дело? Так, ничего не делать, ладно. Что же вам не предлагаете? Там какой-то рычаг я вижу. Очень узкий мостик. Смотреть мостик. Мостик тоньше, чем твоя нога. Вряд ли он способен выдержать твоим вес. Заглянуть через провал. На той стороне находится что-то похожее на рычаг. Погоди. Может быть, лягушку сюда высадить? Отправить лягушку на ту сторону. Неподалеку раздается щелчок, похожий на звук открывавшегося замка. Спасибо, лягушка. Мама! Это была та ведьма? Дверь открывается. Так, что здесь у нас? Тарелка с куском клубничного пирога, прикрепленная к столу. В вазе стоят пять роз. Думаю, тут опять будет какая-нибудь загадка. Создай зеркальный образ. Ага, поняла. Это как в Мэтт Фазере было. Зеркальный образ, хорошо. Лягушка, посадить. В шкафу сложены столовые приборы. Также здесь лежит кусок пирога. Взять. Идем. Так, зеркальный образ, да? Декоративный цветок плотно прикреплен. А этот нет. Поняла. Ясно все. Стой. А то сейчас втолкну его не туда. Будет весело. Как обычно. Так, так. Вот. А зеркальный образ. О, еще одна роза. Видимо, тут четыре будет розы, да? А, нет. Тут шесть роз. Хорошо, поняла. В столе лежит роза. Бери. Так. И поставить сюда, да? Если у нас зеркальный образ, значит она будет стоять дальше. Нет, не розы, пирог. Положить пирог. Если там было шесть роз. Сюда поставим шестую розу. Поставь. Еще одна роза добавлена. Все? Вроде все. Хотя нет. Тут одна баба, а там две. Картина висит на стене. Под ней на раме виден переключатель. Катень, не нажимай. Не хочу все заново проходить. Давай еще раз сохранимся. Теперь зайдем. Давай нажмем теперь. А! Ну, я не знаю. Возможно. А тут чего? Ну-ка еще раз. Может просто на этих картинках никого не оставить? Нет. Нет, тут нельзя так сделать. Наверное, тогда надо сделать вот так. Еще раз. Все? Эм, меня что, заново что ли этот передвигать? Вы угораете. Я же его там... А-а-а! Так, еще на одну клетку. Тише. Еще сюда. И... Все. Чего мне нравится? В смысле заперто? Я все сделала, как вы хотели. Лягушку посадила. Пирог я вроде правильно поставила. Может с картинами какая-то хрень? Нажать. Нет, это не то определенно. Что, не так, что ли? Господи, я просто сейчас не знаю, что делать. Чай, мы сладости, ни один предмет не сдвигается с места здесь. Переставить. А-а-а. Так, погоди. Ага. Так, погоди. Нет. Или да. Нет, не так. Переставить. Вот теперь все так вроде бы-ка. Вроде бы. Я заколебалась, ребят. Что мне делать? С этой картиной дурацкой. Теперь правильно должно быть. Ну, в смысле? А-а-а. Блин, тут было все так очевидно и одновременно не очевидно. Надо было сорвать эту толпаную записку со стены. Вот. И теперь левая и правая часть комнаты теперь отражают друг друга. Здорово. Спасибо. Выйти можно? Сограниться. Что такое? Ты теперь хочешь уйти? Вместе со мной? Ладно. Нюник. Мой отец и мать не любили меня, так что я... Угу. Их. С тех пор я живу в этом доме. Ты их убила? Тампа не включена. Войдя в следующую дверь не позволяет влечь себя. Вы издеваетесь. Ладно. Твою мать. А, не позволяет влечь себя. И мне что, теперь заново создавать зеркальный образ? Серьезно? Окей. Я буду теперь ходить постоянно только в одно и то же место. Ладно. Ладно. Так. Переставить. Еще раз переставить. Теперь все. Теперь я знаю, где надо будет сохраниться. Еще раз. Вот когда хитрая игрушка, признаю. Ты меня обхитрила. Очень хитро. Сохрани-ка меня еще раз. Надо было, наверное, отвлекаться только тогда, когда... Подожди, а что я не сделала? Да твою ж мать. Я заколебалась уже. Этот фикус надо двигать в любом случае. Нельзя сохранить свой результат здесь. Сохраниться можно будет только тогда, когда мы выйдем из комнаты. Да? А что тебе не нравится? Я все сделала. Правильно? А, опять надо было переключить. Ой, господи, как все сложно. Что-то сожрут тебя лягушка. У меня такое ощущение. Не позволяет влечь себя. Хорошо. Мы не будем отвлекаться. Она голодна. Кто? Опять? Там что-то есть со стороны двери. Ой, а где сохраняшка? Прислушаться. Что-то большое ползает за дверью. Смотреть дверь. Здесь у меня есть смотровое окно, размером с твоей ладонь. Смотреть через окно. Ты видишь нечто черное, чешучатое, покрытое слизью. Ничего не делать. Кто голоден-то? Я не хочу заново проходить, ребят. Я здесь сохраняюсь. Где котик? Почему ее здесь нет? А, да, ты их убила и живешь теперь в этом доме. Видимо, у нас нет выбора, кроме как заглянуть в эту дверь. В самом деле? Ну, а что еще? Ну, блин, а что надо было делать? Заново проходить? Блин, вы достали. Бесит. Я думаю, что нам ничего не остается, кроме как лягушку просунуть в окно. Алло? А, надо сначала посмотреть. Ладно, там что-то есть с той стороны двери. О, господи, а смотри, дверь. Смотровое окно. Да и через окно. Все, можно я, пожалуйста, лягушку просуну? Окей. Ох, мне жаль тебя, я знаю. Ну, прости меня, пожалуйста, но я иначе никак не могу. Я же говорила, что ее сожрут, блин. Жестокая игра. Она нас только полюбила. Ты ничего не видишь. Ты ничего не слышишь. Ладно, давай пока не будем. Давай еще раз бегаем и сохранимся. Тем более, что это, оказывается, можно сделать. Бедная лягушенция. Открываем. На самом деле, ну да, что еще делать? Мы пожертвовали лягушкой. Трещина в стене, влажная пахнет кровью. Лягушка? Твою мать. До свидания. Кошки, кошки, кошки. Привет. Статуя кошки. Шучу. Эй, не смей игнорировать меня. Все нормально, котик. Эм, я пошла отсюда. Что это такое? Твою мать. О, господи. И что? В стене нарисован широко раскрытый рот. А ты уверен, что он нарисован? Равним как раз такой ширины, чтобы залезть. Ну, давай. Хотя я не уверена, что это была хорошая идея. Ну да. Ну да. Эм, тогда что? Куда ты хочешь, чтобы я залезла? В какой-нибудь другой рот? А, записка. Войди туда, где открыт лишь один глаз. Ладно. Два глаза закрыто, два глаза закрыто, один. Погоди. Погоди, один глаз. Ну, они... Оба закрыты. В обоих случаях. Может, кому-нибудь глаз открыть? Широко раскрытый рот? Нет, не пытаться. Погоди, ну тут только два глаза. И ни одного глаза. Что делать? Найти глаз и вставить? Статуя кошки. Хм. Странно. Странно. Давай попробуем войти еще раз, только в другой. Давай. Хм. Ну, вы понимаете, как бы, что они все закрыты? В чем дело тогда? А дальше там прохода нет, никуда. Что за хрень? Войди туда, где открыт лишь один глаз. У нас сами глаз-то больше нету, да? В смысле, у нас их вообще нет? Ну-ка вещи. Только письмо и все. Все, дальше тут никуда не пройдешь. Какая хитрая ведьма, а? Вообще, я думала об этом, но как-то я сомневалась. На самом деле, все тут гораздо проще. Нужно просто вот тут посмотреть. Найдем проход в стене. Залезаем. О, на меня посмотрели. Так, проходик. Твою мать. Что тут? Наполни звуком четыре комнаты. Наполни звуком четыре комнаты. О, котик, привет. На этом этаже царит тишина. Поэтому нам нужно заполнить ее звуками. Давайте попытаемся. Только голубые глаза разглядят ноты. А у нас сами зеленые. В вазе стоит букет лилии. У меня, кстати, голубые глаза. Ну, точнее, они у меня непонятные вообще. Какие-то зелено-голубые и серые. Хрен его знает. Несколько игральных карт. Только голубые глаза разглядят что-то там. Ноты. Портрет женщины с серебристыми волосами. Ее взгляд устремлен куда-то вдаль. Портрет женщины с черными волосами. Ее взгляд устремлен куда-то вдаль. С золотистыми волосами. С рыжими. Но тут только волосы. И все. Только про волосы сказано. Ударить по тыкве? Попробуем, давай. Тыква практически не издает звука. Голубые глаза разглядят ноты. Издает гулкий приятный звук. Никакого звука. Хорошо. Что нам делать с нашими глазами? Купить себе линзы. Ладно, пойдем. Наверное, тут надо что-то найти. Чайная чашка. Туалетный столик. Вешалка. Музыкальная шкатулка. В скважине нет. Ключи открыть. Запусти музыкальную шкатулку с помощью D1. В смысле D1. Что такое D1? Это музыкальную? Ну-ка. Я от чего-то всех друзей, которые пришли в мой дом после этого. Дом съел их всех. Но этого оказалось недостаточно. Брушечный клоун. И что? Ну, эту комнату я звуком наполнила, да? Больше тут ничего не требуется. Твою мать. А что надо было сделать? Я что-то плохо представляю. Давай попробуем, посмотрим. Книга заглавлена. Изучение глаз. У людей может быть различный цвет глаз. Проводя исследования среди женщин этого региона, мы выявили следующие закономерности. Цвет глаз зависит от цвета волос. Ага. Я так и знала, кстати, что баба с золотыми... Ну, с блондинкой, у нее голубые глаза. Потому что это славянская внешность. И в большинстве случаев голубые волосы сопровождаются... Фу-да, голубые волосы. Блондинистые волосы, они сопровождаются голубыми глазами. Обычно. Так. Так, ладно, поняла. Глаза женщин с серебристыми волосами. Красный, акарий. Глаза бывают то ли у рыжих, то ли у женщин с золотистым цветом волос. Понятно. Значит, это либо... Вы мне хотите сказать, что это либо... Это точно не женщина с серебристыми волосами. И не рыжие, да? Либо черный, короче, либо голубой. Не пытайся играть. Хорошо, не буду. Изящная ваза. На двери несколько слов. Наполнить звуком четыре комнаты. Ну да, вы мне это уже говорили. Большой рояль. Не пытайся играть. Хорошо, я не буду играть. Ну-ка, дамочка. Так. Разглядят ноты. Ну, что-то я не вижу тут... Чё она не падает, кстати говоря? Ещё раз ударить. Голубые глаза, разгляднутые. Серебристые волосы. Чёрные. Золотые. С рыжими. Ну и чё дальше? Не открывается. Мама! Это было страшно. Так. И чё? Ты мне не хочешь ничего дать за это? Чё за бред? Котик, я хочу сохраниться. Как я их, блин, наполню звуками? Какая-то хрень вообще происходит. Кто же знал, что надо по тыкве ударить несколько раз? Зачем? Как вообще до этого можно было допетрить? Ура! Это бред, если честно. Чё здесь? Я могу быть солнцем, могу быть песком, могу быть птицей. Что есть я? Я? Это женщина? Нет. Я? Это мужчина? Нет. Я? Это часы? Могу быть солнцем? Да. Да. Верно. Из часов выпадает заводной ключ. Ключ королевы. Да. Солнцем, песком, водой, что ли, кажется, она сказала. Короче, это часы, да. Песочные часы, солнечные часы. И что-то ещё. Глубые глаза разглядят ноты. Мы взяли ключ вообще. Так. Значит, одну комнату сделали. Не трогать. Там было, по-моему, с помощью Д1. Давай попробуем. У тебя нет. Погоди, стой. Нам надо сделать что-то с этим ключом. Наверняка открыть какую-нибудь дверцу. Пример, вот эту. Хотя, помните, нам говорили, что, как бы, тут ключи напрямую не работают. Надо что-то с ними делать. Ну что? Ну что? Если ключи напрямую не работают. Что же тогда? Ни за что бы не догадалась. Короче говоря, голубые глаза у нас с чёрными волосами. Но я говорила, что либо чёрные это было, либо голубые. В смысле, золотые. Надо было, короче, сделать вот так. Хотя, погоди, стой. Нет, не делай ничего пока. Я хочу сохраниться. Потому что сейчас начнётся жара. Сохраняемся. Нотный листок. Вот серьёзно. Ни за что бы не догадалась. Такие конченые загадки. Просто пипиндос. А теперь... А теперь бежим. Бежим нахер. Бежим. Разорвать. Фух. Я успела. Так, хорошо. Обычно у меня в этой игре нихера не получается. В этот раз мне вроде как повезло. Теперь давайте попробуем... Ставить ключ. Не подходит. Что ж тогда? Тебе ноты пропеть? Давай, дурами фасоли си. Странно. А чё ты хочешь? Давай сходим, сохранимся. Ясно. Блин, ты меня напугала, ведьма. Чё ж надо было сделать с этой... Фигнёй. Они не идут. Ну и что? Что ты мне предлагаешь вместо этого? М? У меня ничего нет. Понятно. Короче говоря, я правильно сделала, что туда вышло. Но! Надо было, короче, ноты поставить. Рояль. Теперь. Ставим, да, поставить. Нет, мы не будем играть. Нас уже предупреждала записка, что этого делать нельзя. Начинает играть сам по себе. Из неё вылетел ключ. Взят ключ короля. Пойдём. Теперь можем попробовать вставить это... Что там было сейчас? Вы это видели? Так, надеюсь, она нас не будет теперь. Ой, не-не-не. Не то, не то. Король. Вставляем. Часы заведены с помощью ключа короля. Часы начинают тикать. Теперь валим отсюда. Мало ли, что тут вообще может быть. Теперь. Котик. Сохрани меня. С помощью D1. Я не знаю, что такое D1, но давайте попробуем. Вставить ключ. Ключ вставленный, шкатулка открыта. Всё? Можно теперь валить отсюда? С чистой совестью. Все комнаты наполнены звуком. Неподалёку раздаётся щелчок, похожий на звук открывавшегося... Открывшегося замка. Сохраняемся ещё раз. Ой. Прости меня, пожалуйста. Я не хотела. Дверь открывается. Статуя плачущей женщины. Пока нет, будем ничего делать. Давай сначала, может быть, записку какую-нибудь найдём. Ты специально не замечаешь меня. Не делать ничего. Давай мы с тобой поговорим. Если ты хочешь. Моё кольцо. Его здесь нет. Какое кольцо? У меня ничего нет. Заперто. У меня тоже нет твоего кольца. Моё, моё кольцо. Что твоё кольцо? Что происходит? Что сейчас было вообще? Ну, твоё кольцо и что? Ну, твоё кольцо и что? Пока что, всем спасибо за внимание. С вами была Анестезия. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...